всем привет нам пришлось вернуться на стенд компании samsung которая выступила очень красиво и показала с моей точки зрения вообще самые интересные новинки ифа никак не финансировав их широко официально не устроив по этому поводу никаких презентаций вот перед нами две новинки всего их семь пять не работают две работают первое это ультрабук samsung главная особенность которого это два дисплея гаджет концепция этого гаджета является копией концепции ультрабука asus tai chi представленного на выставке computex asus тогда показала его как главную новинку computex и по было а вот samsung здесь показал эту новинку как будто ну вот как будто ну да ребят у нас есть такая штука мы можем так легко пожалуйста не было никакого официального большого анонса тем не менее таких гаджетов в мире серийных вернее не серийных серийные еще не производится а таких от крупных брендов всего два asus и вот теперь и samsung в основе 9 серия самсунга очень тонкая тонкий у него низ алюминиевый корпус все те же разъемы что и samsung 9 series заключение того что здесь появилась качелька регулировки громкости естественно windows 8 и вот такая интересная тема дел не разрешала показывать windows 8 а здесь вот пожалуйста смотрите сколько угодно все виджеты все меню с весь интерфейс метро интерфейс и другой стороны главная его особенность отличие от серийные 9 серии с том что крышка здесь очень толстая вот стоит обычная девятка сравните здесь какая крышка тонкая и здесь какая толстенная честно говоря с балансом здесь туговато но samsung не побоялась выставить это на всеобщее обозрение чтобы все ходили трогали смотрели никто здесь никого не отгоняет конечно пошатывается но пользоваться можно все работает в таком виде это можно выключать ничего не заорет в таком виде это планшет авто ротации счет не так хорошо слот для карточек sd алюминиевое днище несъемная батарея вот в таком виде это планшет и в таком виде это ноутбук ничего мы не знаем о его характеристиках кроме того что здесь естественно новый процессор intel действует кора 7 4 гигабайт оперативной памяти дискретная графика горилла глаз это или не горилла глаз неизвестно никто ничего не говорит вторая новинка работающие это все тот же samsung 9 серии с моей точки зрения один из лучших ультрабуков в мире который впрочем ультрабуком не является потому что стоит слишком дорого но по всем своим другим техническим характеристикам это ультрабук прекрасный аппарат у нас белого обзор выше всяческих похвал здорово сделано прекрасная сборка главная особенность этой модели называется он точно так же как и обычно 9 series это экран w hd с разрешением 2560 2560 на 1440 пикселей вот вань покажи какой здесь все крошечное попробуем открыть наш сайт ай не то пардон гаджет с ума сошли что ли кто этот поставил ну на примере с дисплеем retina и плоским мы увидели что большое разрешение далеко не значит что это супер здорово потому что в жизни эти различия они практически не видны и сайты отображаются точно так же как и интернет работает к сожалению они тут открылся смотри ну да в общем то не быстро этот интернет четко но не сказать что 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 вот хочется прыгать от радости кстати новый обзор pocketbook basic первое видео в рунете смотрите на здоровье да классная молодцы samsung мне нравится их подход типа ну да окей вообще легко пожалуйста мы тоже так умеем и еще пять пять новинок это концепты это концепт о которых нигде никто ничего не говорил выглядит некоторые не просто обалденно мне особенно понравился вот этот по моему такой клёвый главное здесь инновации это схема крепления дисплея нижней части она так нишу доставляется то есть не как слайдер выезжает как samsung slate pc 5 серия два года назад представлен самсунгом такой толстенький а вот прям так поднимается дисплей и вставляется туда называется этот гаджет samsung pop-up все разъемы у него находится вот на этой панели на боковой что-то дима и дисплей порт и есть бир качелька регулировки громкости когда гаджет работает режиме планшета естественно на 8 винде где джек для наушников ну больше ничего не видно по моему обалденная вещь и samsung никому не рассказал об этом вот громко кажется стоило бы это samsung слайд ничего нельзя ним сказать конкретного это макет по-любому довольно тонкий ультробук трансформера регулируемый уровень наклона дисплея у него и полноразмерные порты вот здесь написано такие по мелочи указано но это гораздо круче конечно меточка зрения такое выглядит как детский но стильный третий концепт это samsung binder вендоры продолжают пробовать разные варианты крепления и трансформации дисплея на ультрабуках и ноутбуках здесь он вставляется дисплей вставляется в салазке такие в такую нишу правда написано что это очень простой удобный механизм и его легко использовать в разных вариантах видимо дисплей можно развернуть поставить как бы другой другой стороной развернуть и опустить на крышку получится что задняя часть дисплея закроет клавиатуру и получит такой планшет об этой в этом видео он закрывается как ноутбук тоже интересная штука ни у кого в мире такой темы сейчас нет но жалко что мы не можем его потест samsung свавил такая детский такой ультрабук ультрабук для девочек известный форм-фактор трансформер первый трансформер ноутбук выглядел именно так дисплея крутился вокруг своей оси защищенно написано защищенный механизм у него работа с режиме естественно ультрабука и планшета все что можно не сказать это то что он очень тонкий я вот вижу только гнездо для наушников с той стороны порта не видно тоже гаджет для windows 8 все эти новинки все эти концепты в работающем виде мы почти наверняка увидим в октябре ну или по крайней мере по крайней мере те которые получат опров руководства самсунга к серийному производству тоже неплохая вещь и пятая вещь вообще-то давали на тело но за одним называется мемописи real windows pc in compact size настоящий компьютер на windows 8 компактном размере эргономичная форма и сбалансированный вес и комплекте s pen такой планшет вот самый интересный у него это низ форма справа он тонкий слева толстый чтобы в левой руке удобно было держать такое толщение слева в левой части находится аккумулятор разные тут порты микро юсби гнездо для зарядки слот для карточек микро sd гнездо для сим-карты качелька регулировки громкости зазоры на нем довольно большие вот особенно с другой стороны которые дальние от нас это совсем видимо сырой концепт есть фронтальная камера ну и вон там и спин давай справа щель такая глянцевый экран мечта дактилоскописта ифа 2012 это однозначно выставка гаджетов самсунга по количеству новинок и по резонансу которые за ними следует мне больше всего понравился естественно новые 9 серии с логичное продолжение девятка который так было анонсировано официально в россии совсем недавно классный дисплей он у без того был супер врать очень яркий с отличным разрешением теперь стал еще круче посмотрим что из этого выйдет в октябре это однозначно интересная вещь поп-ап ну и там пара прикольных штук тоже есть будем ждать посмотрим сколько это будет стоить пока ничего не понятно